Состояние подавленности, угнетенности, быстрая утомляемость. У многих такие симптомы возникают каждую осень. Согласно данным медицинской статистики, пик депрессивного периода приходится на середину октября. Причина осенне-зимних депрессий, по мнению специалистов, кроется в организме человека. Немаловажную роль здесь играет наследственная предрасположенность. К ним относятся, скажем, депрессии, не психогенные явно. Нет провокации, нет каких-то особенных. Вот возникает она и возникает. Да, действительно, там есть определенная сезонность. А психологический фактор действует постоянно. Но летом она легче переносится. Ну, там можно разбавить это солнцем, воздухом, водой и друзьями. А к зиме человек, так сказать, как и вся природа, потихонечку засыпает. Осенью дни становятся короче, а ночи длиннее. Это приводит к тому, что организм начинает производить больше мелатонина – гормона, который вырабатывается главным образом в ночное время и отвечает за биологические часы человека. Его усиленная выработка необходима для фазы покоя, а малое количество в течение дня обеспечивает активное состояние человека. Осенью организм перестает ощущать грань между ночью и днем, и мелатонин погружает его в состояние почти постоянной сонливости. Так, нехватка света – одна из причин сезонной депрессии. И один из методов борьбы с осенней хандрой – спорт. Секрет гармонии счастья серотонини, который вырабатывается во время физической активности. Он отвечает за настроение и психологическое состояние. Так, 15-минутная зарядка утром может кардинально изменить настроение на весь грядущий день. А небольшая пешая прогулка вечером зарядит позитивными эмоциями и на следующий. Однако, помогает спорт в случае, когда депрессия вызвана социально-психологическими факторами. И желательно не затянуть так долго, что когда не хочется идти на спорт, когда нет сил на спорт. Вот это тоже критический момент, когда вроде ему говорят, да ты вон, поиди в спортзал. Он говорит, а я не то что не хочу, у меня даже сил нет туда идти. Вот так. Вот это, а это симптомы депрессии. И если предотвратить хандру или избавиться от угнетенного состояния вовремя не удалось, то лучше все же обратиться за помощью к специалисту. Однако в России это делают лишь около 5% людей. Многие попросту не придают значения или не готовы делиться с кем-то проблемой. Таким людям надо помнить. Выход есть и улучшить свое состояние возможно. Анна Бережная, Андрей Макаров. Новости на Восьмом.